Красота ржавчины. Современные художники доказали горожанам, что и в мусоре есть своя эстетика. В Екатеринбурге проходит фестиваль актуального искусства лом. Местные скульпторы вдохновлялись проблемами незрячих. Например, челябинский мастер, сам того не подозревая, создал точную копию грузовика из «Безумного Макса». Как металлолом превращается в шедевр, увидела Валерия Алферова. В будущем в мире, если будут какие-то опасности, это как рыцарские доспехи. С таким авто и зомби-апокалипсис не страшен. Окна защищены решетками, кузов и бампер – шипами. Они будто созданы, чтобы отбивать от нежити. В мощную футуристическую машину советский грузовик Дмитрий превратил всего за два месяца. По задумке художника, автомобиль из послевоенной эпохи мчится навстречу будущему. Судя по всему, весьма мрачному. Мотив путешествия из прошлого через настоящее в будущее. И по пути этого путешествия этот арт-объект переживает трансформацию. В зависимости от того, какой мир его ожидает. Каждую деталь машины Дмитрий подгонял под идею и приваривал собственноручно. На автомобиль будущего ушло 4 тонны вторсырья. Из отслужившего свое металлолома сделаны все 38 арт-объектов необычной выставки. Вдохнуть вторую жизнь в материалы, уже бывшие в употреблении, главная задача фестиваля ЛОМ. Поэтому художники творили буквально из того, что под руку попадалось. Приобщить массы, потому что у нас участвуют не только профессиональные художники и скульпторы. Мы принимаем, ну конечно по отбору эскизов, мы принимаем всех желающих. То есть у нас есть и сварщики, есть и рабочие, есть инженеры. И они тоже, на удивление, занимают призовые места. Среди работ медведи за рулем запорожца, уставший от суеты мозг, места Екатеринбурга и животный мир. Есть шедевры не только красивые, но и общественно полезные. С помощью азбуки Брайля написано слово «рыба». И вот эти вот черные отверстия, да, это напоминание о неком мире, который невозможно увидеть с помощью обычного зрения. На создание конструктивистской рыбы Екатеринбурженку Наталью вдохновили ее друзья – инвалиды по зрению. Она изобразила безвыходную ситуацию в игре «домино», именуемой термином «рыба». Такое же слово написано на самом объекте, только не буквами, а шрифтом для слепых. У меня есть слепые друзья. Они так проживают свою жизнь, что общаясь с ними, вот сам начинаешь больше и лучше видеть. Тема «рыба», то есть домино – это означает ситуацию в игре, когда игра не может быть продолжена, да, то есть сидят с фишками, но раз рыба, то дальше хода нет. А тут как раз хотелось показать, что в жизни, на самом деле, в любой ситуации можно продолжить игру. Вот так играющие авторы поднимают многие социально важные проблемы. Говорят, за ними не заржавеет, металл все стерпит. Валерия Алферова, Алексей Богданов, Новости 41-го канала.